календарь ремни-ножи, в опершопе закажи. Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте, товарищи. У нас только что грянул Новый год, не успел пройти Новый год, через буквально 7 дней Рождество, и это все у нас случилось, и радостно праздновали, и вот пока радостно праздновали, у нас раз, и оказалось, что, во-первых, отменили Windows 10 поддержку, она больше не работает, и вместе с Windows 10 у нас не работает теперь правительство. Так она у нас связана. Вот Михаил Васильевич Попов у нас имеет по этому поводу несколько мыслей, что сказать, и я тоже имею несколько мыслей, немножко меньше, но я их тоже, возможно, скажу. Что у нас сказать по этому поводу есть? У нас два, я считаю, события, даже, сказать, три. Во-первых, у нас одно событие связано с совершенствованием Конституции, второе событие связано с тем, что в этой Конституции наконец выясняется, что будут сделаны такие поправки, что решение о том, что делать в России, будет приниматься в России, и теми, кто живет в России, являются гражданами России. Как до этого додумались люди? Долго к этому шли? Ну, это невозможно просто так просто догадаться. Трудно было догадаться. Ну, во всяком случае, это крупные положительные факты. Мы должны отметить, как положительные. Сразу он выделяется. Вот. Это раз. Теперь второе. Сейчас больше всего идет, как всегда, разговор о чем? О бумаге. О Конституции. Конечно, все могут сказать, что бумага бумагой, но за ней будет стоять расстановка кадров, сил, органов. И это правильно. Но все равно это, знаете, как пересаживают. Вот иногда пересаживают, 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 что вы музыканты не годитесь. Бывает такое? Да. Поэтому при всей важности этой расстановки, я бы предложил сегодня, несмотря на то, что это менее как-то звучит сейчас, менее звонким кажется, поговорить о другом. А почему вообще в отставку правительства ушло? Так все хорошо было. Все время говорили, что хорошо. Вот буквально перед Новым годом... Они говорили, кому хорошо. Перед Новым годом. Владимир Владимирович лично я слушал его пресс-конференцию ежегодную, общение, так сказать, с народом, и он прямо перед Новым годом говорил, что правительство я поддерживаю, работает оно нормально, курс у него правильный, есть, конечно, моменты шероховатости, но мы их исправим. Ну, представьте себе на балконе, так сказать, он держит кого-то, поддерживает, а потом отпустил, т.е. это не противоречит. Во-первых. Во-вторых, он же дипломат у нас президент, дипломатический язык. Он юрист в первую очередь. В первую очередь он экономист. Он кандидат экономических наук, юрист в первую очередь у нас товарищ Медведев. Так они же учились вместе, в смысле, на одном и том же. В юридическом факультете учились, но у нас Дмитрий Анатольевич, так сказать, пошел дальше в «Газпром», как бы стал экономистом, видимо, там у него школа. Раньше такую проходили школу, там, в какую-то отрасль, там, завод, целый край, там, руководить, а он в «Газпром» наверх. В администрацию президента и дальше в правительство. А что касается Владимира Владимировича, он же был зам мэра Санкт-Петербурга и руководитель внешнеэкономического комитета по внешнеэкономическим связям. Это еще при «Собщике». Да, при «Собщике». Он вот зам «Собщика» был, и он защитил кандидат по экономике. Он кандидат по экономике, но специалист по экономике. Почитать бы ее, кстати, эту диссертацию. Так можете и почитать, но видно, что вот он подбирал уже какого-то экономиста, чтобы был премьер-министром. Вот такая мысль тоже пришла, что надо на этот пост все-таки какого-то человека подобрать, который что-то в экономике разбирается. Дмитрий Анатольевич, поскольку экономика не разбирается, он занимался... Вот у меня целый список. Почему он отменил? Это только в всяких законах. Это мы даже если читать будем, это, я думаю, час на три. Да, если читать... Вот, например, 565. Постановление Совета министров РССР от 8 сентября 1971 года. А частично изменение постановления Совета министров РССР от 4 июня 70 на 351. Вот чем занят. Вы бы этим заняты были бы? Вы бы никаких выступлений уже не делали. Попробуй все отмени. Это раз. Но в этом, так сказать, вроде кажется шуме информационном, как всегда бывает, значит, за суммом дождя не услышали, как кого-то убили. Вот, скажем, 8-часовой рабочий день исчез из трудового кодекса. А нет его. Есть 40-часовая рабочая неделя. И тогда начали уже лепить всякие химеры. Во-первых, там два через два, там или день, сутки через сутки работы. Когда их пересчитываешь на неделю, и получается, что первая неделя больше, вторая чуть меньше, а в целом больше за две недели получается в расчетах. То есть, идут постоянные сверхурочные, но как-то их не поймать, что это сверхурочные. Потому, что теперь... Раньше было ясно. В 8 часов отработал. В 9-й, 10-й – полтора. А уже в 11-й, 12-й – это в 2. В 2. А выходные так в 3 вообще. Это тоже в 2. Тоже в 2? А, да, точно. Мы предлагали в трудовом кодексе в нашем проекте 3 сделать. Не, они пошли на это дело. А тут все хорошо. Хотите больше работать? То есть, работайте больше часов. И все в одинарном. Поэтому рабочим не учесть это дело. Они не выучены к этому делу, чтобы все это учитывать. А у вас так называемый учетный период. Или неделя, или месяц, а никто и не знает. Или квартал, или год. А вы знаете, сколько вы проработали за год? Если вы не записывали каждый день, и не знаете, и все у вас в одинарном идет. Ну, и отсюда и такие замечательные предложения у Медведева были, как сжать с рабочей недели в 4 дня. Мы это обсуждали с вами, кстати. Да, и тогда красота получается. Можно потом все это сверхурочное никак не давать. А пусть люди получают, получают. То есть, раз, и за этим самым шоумом убрали 8-часовой рабочий день. А чтобы это все-таки заметили, он особенно, можно сказать, глумился даже над декретом на 8-часовом рабочем день. А его, между прочим, декрет большевики сделали не в порядке инициативы, а в порядке завершения этого процесса, который совершали рабочие Петрограда. Которые сами явочным порядком установили 8-часовой рабочий день. А нынешние рабочие думают, что им сверху кто-нибудь сделает 6-часовой. Не сделают сверху вам 6-часовой. Сверху делают 12-часовой. Вот это вот стараются. Тогда же Прохоров предлагал 12-часовой. А тут, смотрите, как здорово получается. Здесь 4 по 10, как предлагают, сжать 4 дня эту самую неделю. А дальше еще по 10 пару дней. Сколько получается? Уже 60. Нет, еще 2. А, 4 плюс 2. Да, правильно. И выходной. Ну, и выходной, если хотите заработать, можете поработать. И тогда уже получается 70. Это же хорошо. Больше работаете, больше получаете. Меньше работаете, меньше получаете. Вот распределение по году. Это то, к чему стремились при социализме. У них ничего не получилось. Вот она. Вот идея это хорошо развивается. Короче говоря, он занимался социально-экономическими вещами. Что такое передвижение этой самой пенсии? Мы же разбирали это великую заслугу. Да. И что мы знаем точно? Что, когда посчитаешь все рабочее время, которое человек в часах проработал до пенсии, у нас было больше, чем в Германии и в Англии. Тогда еще увеличили. Ну, так... Чтобы было больше, чем в Германии и в Англии, вместе взято. Видимо, цель была такая. Видимо, такая задача. А потом начинают говорить, как нам семью поддержать? Как вы ее будете поддержать? Бабушки и дедушки, вместо того, чтобы помогать родителям, нянчить, они теперь пойдут туда гробить свое здоровье. Потому, что они уже в таком возрасте, что им бы отдыхать и внуков нячить, а они будут себе дорабатывать. И сейчас радостно сообщают, что у нас число пенсионеров сократилось. Удивительно! Удивительно! Кто бы мог подумать, что оно сократится. Так вы убрали пенсионеров, вы перевинули все это. Если вообще отменить пенсионный возраст, так они просто исчезнут рано или поздно, пенсионеры. Все-таки занимался этим, например, товарищ Медведев, и то, что он не сделал, не доделал. Приходится доделывать президенту. Вроде как давайте материнский капитал. Но мы-то совсем не дурачки. Ведь знаем, что такое материнский капитал. Кто его получит. Вот если у вас родился ребенок, то сразу в банк отправят сумму. Второй в банк еще 150 тысяч отправят теперь. Кому хорошо? В банку. В банку хорошо. А мне как? А если вы в ипотеку себе... Еще раз так сказать. Уже вы когда в банк заложите свою жизнь, здоровье, семью и так далее, и подпишетесь на ипотеку, то 10% ипотечных денег вы можете покрыть этими деньгами. Знаете, деньги же не построишь ничего. Однокомнатные квартиры не построишь. Не-не. Ну, 450 тысяч рублей... У нас вот сейчас... У меня масса молодежи знакомые говорят, особенно девушки, говорят, вот теперь-то мы все родим. Да. Я говорю... Нет, это, конечно, исключительно благородно. Я могу их в этом только поддерживать, потому что это правильно. Конечно. Но это, на мой взгляд, стимул-то довольно так себе, скажем, стимул. Потому, что такое сейчас 450 тысяч рублей? Это же ничего. Ты ни жилищных условий улучшить не сможешь. Ну, в конце концов, если посмотреть, сколько ты тратишь на ребенка, просто элементарно на ребенка, эти 450 рублей растают как дым, как утренний туман. И потом говорят, а когда вы можете оттуда из банка достать те деньги, которые проценты дают банку? Да. Я правильно понимаю? Деньги, проценты. Тут банк от этих денег. То есть, как только у вас родился ребенок, так этот банк, в котором положены будут эти деньги, начнет получать проценты. И до тех пор, пока эти деньги вы не изымите. А изъять их трудно. Надо второго ребенка родить. Раз. И мало того. А после этого пусть этот второй ребенок доживет. Или первый. Для того, чтобы поступить в ВУЗ на платное образование. И тогда быстренько. Вот он примерно представляет, что больше 200 тысяч на юрфак. В Санкт-Петербургском государственном университете. Ну, так это раз-два и нет вашего этого капитала. Никакого. То есть, капитал вообще это самовозрастающая стоимость. Это какая-то самовозрастающая. Нет. Она самовозрастающая у банка. Или к тому, что у нас-то самовозрастающая. У нас их просто не... Нет. Банк как-то должен... Это через матерей прошли деньги. Это через отцов. Это через бойцов. Отцовский капитал будет? Ну, я бы тоже сделал отцовский капитал для банков. Они любой капитал берут, который к ним... Это что такое? Из бюджета засылают в банки деньги. Вот я... Поднимать я свое. Если бы я, скажем, не был экономистом. В смысле того, что я профессор ПКФТ-экономики права. Я бы поверил, что это материнский капитал. Но я такой же. Я же прекрасно понимаю, что это в банк поступает. Они вовсе не матерям. Так дайте матерям. Пусть мать теперь положит в банк на свое имя. И пока она там ждет, и пока дети растут, у нее копится, копится и копится. Это материнский капитал. Я правильно понимаю? Но больше похоже на тот капитал. Коментал – это самовозрастающая стоимость. Самовозрастающая. Вот она. Так она возрастает-то не у матери. У кого возрастает банковские капиталы? Вовсе не материнские. Ну, ладно. Так назвали. Я понял, кого как назовут. Кого Ваня, кого Петя, кого материнским капиталом. Это уже спорить о словах не стоит. Просто надо понимать, что проблема правильно стоит. Надо поддержать мать. И надо поддержать деда рождения. А что тогда у вас пять лет подряд в правительстве Медведева снижается. Благодаря правительству Медведева есть жизненный уровень трудящихся. Конкретно. Значит, пять лет подряд реальное содержание заработной платы пары. Что от этого будет? Как с рождаемостью? Только улучшатся. Да. Вот они обсуждают мать с отцом. Или даже еще не мать с отцом, а муж с женой. Как им ребенка заводить? Они видят, что сейчас вот так вот сводят еле-еле. Концы с концами. А еще и дети будут. А для детей все дороже. Как вот при социализме я пошел со своим сыном. Он уже такого был роста, как я. Ботинки в два раза дешевле, чем мои. А сейчас, если детские, в два раза их. Дороже. Почему? Потому, что неужели вы, Клим Александрович, ребенку пожалеете? Ребенку пожалеете. Как вам не стыдно? Как вам не стыдно не обогащать вот этих самых людей, которые на любви к детям строят свои капиталы? А уж в школу отправить. Тетрадки сколько теперь? Вроде копейки. Вроде бы. Но эти тетрадки же нужно... Это же идеально просто. Их нужно же каждый месяц покупать новые. Ручки-карандаши. Учебники теперь покупать нужно. То есть, понятно, что нужно для того, чтобы люди заводили детей. Чтобы они могли спокойно смотреть в будущее. А что смотреть в будущее? Даже вот сейчас в Академии наук сказали делать прогнозы. Но если у нас катится все вниз, жизненный уровень, катится вниз, и смертность у нас только... Смертность вниз не катится. Не катится? Нет. Смертность катится вверх. А, смертность вверх. Да. А, смертность вверх. Ну, сделаем прогноз. Какой у нас будет прогноз тогда, если она катится вверх? То есть, понятно, что это вы просто сидите и прогнозируете, что получается. Если вы не делаете то, что должна делать экономика, вам приходится придумывать искусственные такие вещи. Вдруг, оказывается, надо срочно сделать детские сады. Это что сейчас выяснилось? Что нужны детские сады? Я думаю, нет. Детские дошкольные учреждения. А в прошлом году это было не ясно? Нет. А было ясно. Вот даже из того, что говорит Владимир Владимирович, ясно было, что в прошлом году выделили деньги. Миллионы. Эти миллионы потрачены частично. А построено совсем мало, а введено еще меньше. Это что такое? Вообще государственное правительство должно просто еще какие-то инициативы делать? Или оно должно принимать меры к тем, кто не выполняет задания государственные? Никаких мер не принимается. Государственные, Михаил Васильевич, у нас не государственные, а национальные проекты. Нет. Национальный проект – это поважнее, на мой взгляд, будет гораздо. Нет. Не поважнее, а похитрее. Если это проект, то если он будет выполнен, то это уже будет не проект. Вам же сказали, что это проект. А раз проект, то нет претензий никаких. Все молчание. То есть, деньги выданы. Объявлено, что это национальные. Национальные, как дураки считают, и я в том числе считаю, как те дураки. Что национальные – это что-нибудь на всю страну. Разные у нас национальности. Ну, хорошо, даже если на всех русских национальный проект. Для всех русских вот это. Ну, как-то странно. У нас так не привыкли в России делать. У нас проект вообще на всю страну. Народный. Народный проект на всех. А тут же Иванову дать на это, Петрову дать на то, этому дать на все. Денежки раздать. И профицит бюджета у нас 2 триллиона. Вот я по дороге сегодня купил газету. И там написано 2 триллиона профицитов. То есть, у нас народ в таком тяжелом положении. Можно решить какие-то крупные проблемы. Но эти деньги просто никуда не пускают. Ни в развитие производства. Ни в улучшение образования. Зачем этот профицит? Что это за глупость такая? У меня загадка. Тем более, а если у вас получаются крупные какие-то нефтяные деньги, то их отправляют куда? В США. В США. Под что? Под 2 процента. Значит, здесь вам предлагают, если вы хотите, 7. Да? А если вы кредит берете, там получается 7 да плюс 7, которые прибавляют. Сейчас уже не 7, а 6,25. Которые добавляют коммерческие банки. 13. А прибыль у вас, отнесенная к основным фондам, то есть к капиталу, 10 максимальная. Поэтому все стонут хозяйственники. Они не могут ничего получить. Что получается? Вот поэтому я думаю, что вопрос стоит на другом. Что все человеческие проблемы, которые сейчас вылезли, которые должен решать президент с acrossожественностью. Это проблемы, которые должны решать не президент сущенними, а должно делать правительство. И должно это делать не укосновительно, а оно должно обеспечить и улучшение жизни народа, и стимулирование рождаемости. И прочие всякие такие вещи, которые относятся, собственно, к обязанностям правительства. Поэтому мы ничего не можем сказать про новое правительство. Но я могу хорошее сказать про товарища Белоусова, которого просит, или даже уже рассматривает, как министра экономики. Потому, что этот самый Белоусов наставил на том, что эти сверхизбытки нефтяные и газовые, чтобы они пошли в экономику, в производство. Чтобы они были использованы для нашего района. Нет, их куда-то отделяют сразу. И, как вы скажете, куда ли отправляют для развития американской экономики. Мы какую экономику? Или другая есть проблема. Но это если правительство. Правительство ему, Центробанк, должен подчиняться. Я думаю, что вот эти меры, которые сейчас здесь политические, которые в связи с Конституцией обсуждаются, может, они приведут к тому, что не только законы будут наши на территории России сильнее, чем принятые где-то там за границей. Но, может, и наш Центробанк будет подчиняться правительству. А он сейчас подчиняется правительству, но не нашему. Все знают. Мне, честно говоря, вообще эта идея насчет того, что у нас законы не такие главные, как законы иностранные, мне кажется, более чем занятна. Это формула, которую давным-давно еще движение НОД депутата Федорова продвигало. Потому, что у нас, ну, я, пускай, читал, как у нас оформляются международные договоры. Вот у нас собираются подписывать международный договор, его относят в специальную службу для проверки юридического соответствия. Как этот договор, прошу прощения, в принципе он с нашими законами соотносится? Нет. И его должны сформулировать так, чтобы он относился, с одной стороны. С другой стороны, есть международные законы, которые важнее любых национальных, и это правда. Например, мы находимся в поле действия Женевской конвенции, которая запрещает действие химического оружия вообще. И если вдруг Российская Федерация скажет, нет, мы хотим химическое оружие, это будет нарушение международного закона. И это будет, в самом деле, нарушение, потому, что этот закон ООН главнее, чем любой закон, который принимается по этому поводу в России. Вот вы, наверное, знаете, что самые крупные державы, которые больше всего имели химическое оружие, взяли на себя обязательства. В том числе Россия и в том числе Соединенные Штаты Америки. Уничтожить это химическое оружие. Да. Так? А Россия взяла на себя обязательства у Сирии тоже уничтожить химическое оружие, чтобы ее не было. Как только уничтожили оружие химическое в Сирии, и как только мы досрочно, причем нас никто не гнал и не заставлял, и нету никакого закона международного. Просто взяли на себя инициативу и США, и Россия. Россия поспешила так, наверное, правительство старалось. Давайте скорее уничтожим. Как только мы уничтожили, начали нас травить, что, дескать, вы там химическое оружие используйте в Англии, там, для того, чтобы какого-то там... Скрыполя извести. Да, и шумел весь мир, вся международная общественность. Почему шумел? Потому, что не надо было быстрее уничтожать, чем американцы. Американцы сказали, ой, нам тяжело, трудно. Они самая крупная экономика в мире. У нас 1,7% мирового ВВП, американцев 17. Им трудно уничтожить. Они сказали, мы уничтожим. Но еще годик один, два, три. И сейчас получается картина такая. Мы-то все уничтожили. Американцы-то не уничтожили. Вот эти международные законы, так называемые, во-первых, хочу вам сказать, что послевоенное устройство предполагает, что есть постоянные члены Совета безопасности, Россия таковой сейчас является, для которых международные законы только тогда, если они за них проголосовали. А в противном случае накладывается вето, и не будет действия этого международного закона. Поэтому никакой это международной общественности нет. Надо понимать, что есть разные с разными интересами страны, и они договорились вот так. И так договорились, что вот есть по итогам Второй мировой войны такое вот устройство. Поэтому Россия играет или играла, в том числе и с легкой руки либералов и Медведева, в то, что у нас, видите ли, вот такое международное устройство. Они думают о хорошей нашей жизни. Ну, вот в ВТО нас всех загоняли. Ну, как ваши? Как только загнали в ВТО? Мы невыгодные там всякие делали изменения в наших положениях и так далее. Как только мы оказались в этом ВТО, что началось? А началось вот эти санкции применять. Санкции. Где теперь это ВТО? Нет этого ВТО. Да никто и не говорит про него. А сколько было договорено? Сколько шума на эту тему было? Или вот вы говорите там про какие-то международные договоры? А вот Владимир Владимирович рассказывал. Вся Мэнни. В Китае как? Он рассказывал, что у нас при Ельцине имелись заводы военные. Самые секретные. В них самые секретные цеха. А в них стояли вот такие столы. За столами сидели американские специалисты. В двух областях. Военные и, наверное, еще в какой. И вот эти самые специалисты. И флаг стоял. Американский. Поэтому мы вообще были страной, так сказать, как будто мы африканская какая-то маленькая страна. И пришли колонизаторы. Поэтому у нас эти вот все отношения были колонизаторские. Если Россия из этого состояния выходит, то это надо только приветствовать. А точно ли выходит? Ну, выходит, конечно. Они уже на практике стали делать. Они же придумали такую штуку, что, дескать, вот если потом, если что, проверяют это международное, так сказать, соглашение в конституционном суде. Если конституционный суд говорит, что это нам плохо будет, тогда мы это не будем выполнять. А то нам говорят, что вы за это будете платить, за то будете платить и вообще никогда не расплатитесь. Поэтому не будем забывать, что мы в данном случае участник Совета безопасности. Но тот же Медведев, когда были события в Ливии. И когда, в соответствии с политикой американского фашизма во внешней политике, на Ливию напала НАТО вместе со всеми, так сказать, своими атрибутами и разорвало ее на части, перед этим они как бы хотели получить какое-то добро Совета безопасности. Такое, обтекаемое. Они не говорят, что это добро на фашизм. А они получили добро на небо, закрытое для ливийских самолетов и открытое для самолетов НАТО. Так называемая бесполетная зона. Бесполетная зона. Что такое бесполетная зона? Люди вот наивные думают, что раз бесполетная, то никто не будет летать. Нет, кое-кто будет. Бесполетная, это значит, что летать не будет то государство, на которое напали. А вот все остальные, которые напали, те будут летать. Те, они прилетели и в итоге разорвали на части и президента, и государства. И сейчас вот, а кто дал, кто не поднял руку? Но мы вето не наложили никакого. А кто тогда был президент? Медведев. Дмитрий Анатольевич. Поэтому вот я думаю, что вот он в данном случае склонен к этой вот либеральной политике, к тому, чтобы очень слушаться того, что скажут на Западе, придерживаться этого. Это уже не стало нетерпимым. Это стало нетерпимым. Потому, что мы прекрасно понимаем, можно сколько угодно говорить. У вас спасибо. Деланную работу так сейчас не принято, чтобы если сказать, уходите отсюда, вы плохо работали. Так не говорят дипломаты. Говорят, спасибо вам большое. Понималю Александрович. Так было интересно вас слушать, что уже больше даже и не хочется. То есть, это же люди очень вежливые все. Очень все хорошо оформлять. Но мы должны копать глубже. Мы должны вот как оценивать? Я вот когда мы с вами договорились, что мы проведем такое обсуждение, я думал, как вот оценивать? Если мы будем с каких-то своих позиций оценивать, Медведева скажут, они его просто не любят. Почему-то вот Клим Александрович и Михаил Алексеевич не любят Медведева. А раз не любят, они его во всякую направленно нанесут. Это неправильно. Если мы будем с коммунистической позицией, скажут, ну, это вы коммунисты, такие коммуняки, они вечно нападают. Это тоже неправильно. Почему неправильно? Да потому, что это же буржуазное правительство. Раз буржуазное правительство, чего мы его мерить будем? Какими-то мерками небуржуазными. Поэтому у меня идея такая, вот, не знаю, как вы отнесетесь к этому, что надо буржуазное правительство мерить по мерке соотнесения с интересами буржуазии. Не сто у него в голове, у Медведева. А мы не знаем, что у него в голове. Мы не знаем. Мы не знаем. Мы не узнаем. А мы должны смотреть, что выгодно буржуазию. Это научный вопрос. Правда? Конечно. Вы специалист, причем специалист по истории. Знаете интересы буржуазии очень хорошо. Я тоже немножко знаю интересы буржуазии и могу тоже сформулировать. И вообще мы знаем, что нужно буржуазии в той ситуации, в которой находилась Россия. Значит, обрисовывая картину. В России, между прочим, была единая социалистическая монополия. Монополия. Единая. И все это была общественная собственность. Часть в государственной форме, часть в кооперативно-колхозной. Но все средства производства, крупные машины, техники были при Сталине. В машино-тракторных станциях. А потом уже Хрущев это стал разрушать. То есть, у нас была крупнейшая монополия, обращенная на пользу всего народа. Единая. Когда верхушка изменила и стала перетягивать одеяло на себя с рабочих и крестьян, с колхозников, что получилось? Она, не переставая быть управленцами, она постепенно получала все больше и больше дохода. Ну, если оно получает в полтора раза больше рабочих, нельзя сказать, что они эксплуататоры. Они немножко эксплуатируют, но не эксплуататоры. Ну, в полтора раза это даже говорить не о чем. А если в два, это как раз вот граница. Два раза больше, потому что если меньше, чем в два раза, ну, значит, они своим трудом живут, но немножко прихватывают чужой труд. Ну, возможно, у них труд настолько более квалифицированный, что его нужно больше оплачивать. Трудовой вклад больше, сильно больше. Да, это правильно. Но вообще, например, если вы только первого ряда, как я, то вам в шестой раз говорят, как до неба. Да. Как до неба. У нас квалифицированных людей много, они столько не получают. Ну, тем не менее, ну, хорошо, будем брать, в принципе. Но если уже в 10 раз больше. Ну, это уже явно рента, конечно. А раз эксплуатация, то раз это присвоение чужого неоплаченного труда, это вот по определению эксплуатации. Значит, они и управленцы, и эксплуататоры. И вот они все сидят, вроде тем же коллективом, еще не разложили, как они потом сделали. Еще не провели приватизацию. А потом они приватизацию все время проводят. Проводят, проводят, проводят. И обратите внимание, что они делают, какие-то проекты. Никаких планов нет. Значит, у Медведева. Есть закон о стратегическом, государственном, стратегическом планировании. Его замородили. Вот кильку заморозить, я понимаю. Как можно заморозить? Свинину можно заморозить. Как можно заморозить закон? Где такое вправе, господа юристы? Товарищ Медведев тоже вроде есть. Как можно заморозить закон? А кто попросил заморозить? А Улюкаев? Он где Улюкаев? В тюрьме. А вот юрист, который заморозил этот закон. И который не осуществляет государственное планирование. Вот у него и другой тоже уголовник в правительстве. Абызов. По вопросам открытого правительства. Для кого открытый? Для разграбления, что ли? Для России открытый? Потому, что у него сейчас арестовали имущество Абызов на миллиард. Арестовали это же еще для разбирательства. Да, конечно. А за 30 с лишним миллионом уже там уголовное дело. Потому, что они организованной группой захватили эти деньги и так далее. То есть, там раскручивается вся эта история. Но, если у вас кадровая политика такая у председателя правительства, что два уголовника. Конечно, надо от этого правительства быстро освобождаться. Поблагодарить быстренько и освобождаться. Потому, что ну как в этом правительстве два уголовника уже. Кадровая политика какая. Неужели на всю Россию не найти людей, которые на уровне правительства не воруют? Я понимаю, что сейчас принцип какой приглашен? Приворитет личных интересов. Если я попал в правительство, что я должен делать? Денег зарабатывать доступным способом. Зарабатывать это вот получать я должен. Зарабатывать вы меня сразу в какую-то тяжелую ситуацию ставите. Я должен зарабатывать. Зарабатывать я мог бы и внизу. А тут я получать должен. Но как-то надо чисто получать. А тут получается даже не чисто. И вот это неприлично. Вот это на самом деле, конечно, еще огромный вопрос. Потому, что вот у нас есть два... Не есть, а выявлено. Два гражданина, по которым ведется конкретно следственное мероприятие. А вот начальник у них, Медведев, он куда смотрел все это время? У тебя два... Минимум. Два уголовника в подчинении. Правительство очень небольшое. Это не Кировский завод. Вот его за это и поблагодарили. Это вот на нашем уровне, Клим Александрович, вынуждены вам сказать, что вы ушли. А на том уровне говорят, спасибо вам большое за работу и до свидания. Ну да, куда до свидания. Его перевели заместителем Совета Безопасности. Это передвинули. Передвинули. А дальше слушают, что мы скажем. А почему? А что мы скажем? А мы скажем, что сейчас есть планы приватизации, подписанные Медведеву. И там опять убираются самые наши лучшие предприятия, чтобы их приватизировать. Зачем? Как зачем? Для того, чтобы кто-то получил себе денег за эти предприятия. А есть там предприятия, я понимаю, раньше они приватизировали, потому что забираем старое советское имущество. Да. А сейчас уже есть наше изобретение этого времени буржуазного, но хорошее изобретение. Например, мы на первом месте в мире по организации радиоэлектронной борьбы. Ну, вы понимаете, что радиоэлектронная борьба не для продажи капусты. Не для торговли капусты. Радиоэлектронная борьба нужна для того, чтобы мы обеспечили безопасность. Для того, чтобы радиоэлектронный бороться нужно. Вот председатель правительства подписал бумагу, план, но тут план. То есть, как только проекты. Проекты ведь не должны выполняться. Деньги съели, и все. А проект как был проектом, так оказался. Проект дома. Это дом или дом? Это пока проект. Почему пока? Уже. Они же не случайно слово проект употребляют для тех дел, которые... Не собираются заканчивать. Не собираются никогда. Был проект, и он стал все проектом. А деньги на проект получены. И все. Деньги расписаны. Вот все, что было на национальный проект. Сейчас вообще о них не говорят. Не, вроде забыли. Ну, скажите, что вы сделали-то по этим деньгам? Как что? Дали деньги? Проектирование. Проектировщикам. Проектировщикам этим. И все. А тут... А тут... Ну, вот я вспоминаю, был про Ивана Грода. Вот этот фильм. Помните? Это еще царская морда. Кемпскую волость я хотел отдать. Помните? Чего царская морда? Козет де земля разбазариваешь. Козет де земля разбазариваешь. Ну, как можно радиоэлектронные... Средства радиоэлектронной борьбы и соответствующие институты и предприятия включил в план? Я уже не говорю о том, что все. С алмазами и кузсками расстались. Там уже теперь не государство, а хозяин. Ну, как вы можете... Какая приватизация может вам дать больше доходов, чем алмазы? Ну, что, вы с ума сошли? Ну, как и друзьям, если ее раздать, конечно, можно. Ну, как мы... Это же разве это не уголовщина? Это практика историческая. Все абсолютно буржуазные государства... Вот сколько я их знаю, по крайней мере, крупные, где было что поделить. Вот есть, например, Голландия такая страна, Нидерланды. У них была... Она крупная. В свое время это была крупнейшая колониальная держава, самый мощный флот в мире и так далее. У них была такая голландская-устынская компания, которая считается самой богатой международной корпорацией в истории человечества. У нее на современные деньги была капитализация 40 триллионов долларов, если по современным деньгам посмотреть, к концу 17 века. Но они потом поссорились с англичанами, англичанам войну проиграли, и у корпорации дела пошли не очень. И что сказали начальники корпорации? Они ее вместе с долгами продали государству. То есть, ее приватизировали. Национализировали, прошу прощения. Национализировали. Это была первая такая крупная национализация. А потом это всем очень понравилось. То есть, если у корпорации дела идут не очень, так ее продают государству. Государство за деньги налогоплательщиков поправляет дела у корпорации. И потом? И потом это продолжать... Эта игра может длиться вечно. Но при этом мы знаем. Я думаю, что... Странно, конечно, что этого не знает Дмитрий Анатольевич, но мы сейчас говорим не о знаниях, а об интересах. Мы говорим о том, что человек, который во главе правительства или правительства России... Это какое правительство? Буржуазное. Буржуазное правительство должно действовать в интересах буржуазии. Вот можете опровергнуть? Ну, а когда опровергнешь? Это снег, холодный... Буржуазия состоит в следующем. Что нужно во главе иметь крупные монополии. Развивать крупный монополитический капитализм. Так? Это естественный процесс. Объективный интерес. Раз объективный интерес. Кроме того, такое счастье выпало нашей буржуазии теперь, что ей досталась крупная монополия. То есть, от Советского Союза, от социализма. Они там плохо относятся, хорошо к нему, но если столько досталось от него... Наверное, хорошо. Я думаю. Потому, что это вот... Ну, папа им передал вот это все. И вот они это взяли и часть начали, как вы рассказывали, туда-сюда выпихивать. И выпихнули меньшую часть. Вот сколько уже прошло после начала приватизации? 91-92 год. 92-й повальная пошла приватизация. Так? Прошло почти... 27 лет. 27 лет. За 27 лет можно уже, наверное, считать, что завершился процесс. То есть, у нас от 70 до 50... Это разные оценки есть. Это столько производит государственный сектор ВВП. От 70 до 50%. То есть, у нас главный капиталист корпоративный. Ну, как бы мы... Ну, как всегда в компании был. Как начинался капитализм? Компания там металла или там компания рыболовная. Компаниями. И тут компания только большая. Вот большая компания. И типичный российский сейчас капиталист – это тот, который защищен. Потому, что он компанией одной. В которой есть и правительство, и государство. Он в этой компании является в двух лицах. Первое. Он управленец какой-нибудь. Ну, допустим, как Сечин. Или, допустим, как Миллер. И так далее. И в то же время он получает настолько больше рабочего... Ну, скажем, сколько вы считаете у рабочего максимальная зарплата, что уж больше ее не получает никто? Ну, я знаю серьезных токарей на оборонных заводах, которые получают тысяч по 250-300. Вот 300. Давайте еще накинем 200. 500. Будем считать 500. А там получают, скажем, в наблюдательном совете... 2 миллиона в день. Да. 30 миллионов в месяц. 30 миллионов в месяц. И наберите в интернете. Любой человек может... Сейчас скажу очень легко. Наберите, пожалуйста, заработную плату наблюдательных советов или членов наблюдательных советов или руководящих органов крупнейших монополий. И там вы увидите, что 25-24... Ну, 24 миллиона это руководители Сбербанка получают. Это, так сказать, как бы прячется под зарплаты. Но мы-то с вами не дураки. Мы же немножко экономику знаем. Мы знаем, что такое... Где вы там на 24 миллиона работали-то. Что вы сделали на 24 миллиона? Нет. Это не значит, что делать. Это мы получили. А поэтому... Но это скрывается под названием зарплата. А там, кстати, не все называется зарплатой. Хотя по трудовому кодексу любые премии... Это все зарплата, конечно. Все зарплата. А они говорят, это не зарплата. Это вот за то. Это за творчество. Это за руководство. Это за... и прочее, прочее, прочее. Ну, хорошо. Ну, значит, отнимаем от 30 миллионов. Ну, пусть от 24, как у Сбербанка. Отнимаем ваши 500 тысяч. Остается... Получается 200-500. Это чужой неоплаченный труд. А как называется чужой неоплаченный труд? А как называется чужой неоплаченный труд? Норма эксплуатации. Это прибавочная стоимость в чистом виде. Значит, вот он капиталист, раз, с этой стороны. С другой стороны. А вот он может купить у себя долю в этом самом... В какую-нибудь долю своей компании. Ну, теоретически может. Вот если я депутат Госдумы или какой-нибудь чиновник, государственный, Путин, Медведев, я не могу заниматься коммерцией, я не могу... Что жена может? Ну, может жена. Я могу вам дать доверительное управление. Если меня избрали, я вам даю доверительное управление. Если вас избрали, вы мне даете доверительное управление. Потом вы придете, а у вас уже не 2 миллиарда, а 3. А мне вы это хорошо платили. И, так сказать, я при этом тоже вырос. Короче говоря, это все понятно, как обходится. Но сейчас мы не об этом говорим. Мы сейчас говорим о том, что когда вы берете руководителей компаний экономических, они такого требования там не выставляют. То есть, вы можете и получать зарплату управленца, и иметь дивиденды. И вот поэтому, скажем, как вы думаете, Греф и другие руководители центробанка имеют собственность. Доли имеют. Однозначно имеют. Более того, значит, ну, нахально вот прямо буквально год назад Греф выступил с инициативой. Давайте мы это уберем. Требование, чтобы 50% плюс 1 акция, чтобы было за государством. Чтобы государственный банк перестал быть государством. Ну, уж прямо алчность просто превышает самые разные пределы. И вот, значит, получается, что двойной такой капиталист. Он и управленец. И тут он получает прибавочную стоимость с одной стороны. А другой он ее получает в качестве дивидендов. Как обычный капиталист. Как член этой корпорации. А корпорации почему они отдельно болтаются? Раз это единая монополия. Она была при социализме социалистической монополии. Ну, срез взялась до 50-70%. Но я понимаю, те, которые выплыли за пределы. Крупные отдельные капиталисты, которые стали миллиардерами. И они сами себя обеспечивают. На случай выезда за границу арестуют их. И пусть они дальше плачут уже сами. А эти товарищи, которые... Или граждане, которые в рамках единым монополий, крупные, государственные, они вооружены, между прочим, ракетами и ядерным оружием. Еще у них есть нацгвардия. И поэтому в гуржуазии их не съест. Ее армия есть. Все. Поэтому в конкурентной борьбе с американской, английской и другой все понимают, что мы серьезный конкурент. Хотя у нас процент ВВП 1,7. А американцев 17. Но нас все уважают. А почему уважают? Ядерная ракета есть. Сильных, а слабых не уважают. Их бьют. Ну, вот поэтому, если это считать так, так вы радуетесь, что вам такое досталось. Не будем говорить, кто это вам передал, как передал. Все уже об этом говорили. Ну, вот вам досталось. Зачем вы уничтожаете курицу, которую несет... Когда вы выучите, что есть закон преимуществ крупного производства. Кто этот закон не знает. Преимуществ крупного производства. Это во-первых. во-вторых, если у вас капитализм, так скажите, пожалуйста, крупный капитал побивает мелкий или мелкий побивает крупный? Естественно, крупный. А что делал товарищ Медведев все время, когда он был или президентом, или премьером? Все время поддерживал мелкий. То, как сразу он поддерживал очень, только на словах. Почему он сказал? Деньги давал, а они пропадали. Деньги давал, а они пропадали. Ну, я и говорю. Ну, это в пропащее дело. Это как вот кидать в пропасть эти все деньги. И что из этого... Мелкий стал крупным. Сколько они людей уничтожили? О чем заботился у нас Медведев? Как поднять экономику крупных наших предприятий? Крупнейших предприятий? Или как их разбазарить, здесь есть и предприятия? Ну, вот та же самая «Лада», она была в отечестве? АвтоВАЗ. АвтоВАЗ. А сейчас? АвтоВАЗ чей? Япона? Ниссан. Рено-Ниссан. Француз, франко-японский. Ну, и все. И что? Делали, делали. И опять это не наше. То есть, что получается? Место поддержки. Так вот, что должен делать премьер-министр буржуарного правительства? Поддерживать развитие буржуазии. Так он поддерживает, только не своей. Он не своей поддерживает. И мелкий бизнес поддерживает, а крупный тушит. Да я вот мелкий бизнесмен, я ничего не знаю про поддержку. Меня никто не поддерживает. Наоборот. Так вы не входите в список тех мелких буржуа, которых он поддерживает. Он же не обязался всех поддерживать. Кому-то. Какие-то конкурсы устраиваются. Но для того, чтобы как-нибудь распылить эти деньги, всегда можно придумать какой-нибудь конкурс, а вы по каким-то параметрам не проходите. Вот у вас серая рубашка, а должна быть розовая. Вы пришли и не в той рубашке и не проходите. Ну, как-то. Кто это их получает? Как получает? Мы же знаем, что это тоже разновидность коррупции. Дать свои. Они не забудут. Короче говоря, если мы поставим вопрос по-крупному, что руководитель буржуазного правительства должен реализовывать прежде всего интересы класса буржуазии. Интересы класса буржуазии состоят в чем? Да в том, чтобы у нас не один из семь десятых были. А чтобы мы приближались к тому увеличение, которое есть у Соединенных Штатов Америки. К 17%. А темпы роста не один процент. Посчитали так, потому что статистику перевели в подчинение Министерству экономического развития и Министерства. Они посчитают. Так вы переведите обратно ее в независимое положение. И сделайте так, чтобы у вас темпы роста были 5-7%. Давайте еще добейтесь 7%. Это круто 7%. Я могу вам рассказать, как это делается. Первое, что надо делать, и что должен знать и председатель правительства, это надо сначала следить за тем, что у вас есть материальная основа вашего развития. Это машинный парк. Этот машинный парк должен быть не старше 10 лет. А у нас что? А у нас там уже и по 30, и по 40. Да. Значит, чтобы парк был не старше 10 лет, а 10 лет это не случайная цифра. 10 лет это цикл обновления техники. Вот вы должны откладывать десятую часть всех активных фондов. Каждый год? Каждый год амортизационное отчисление. Сколько это? Ну, грубо говоря, сейчас больше 70 триллионов активные производственные фонды. Сколько надо отложить в этом году? 70 миллиардов. Нет. 7 триллионов. А у нас обсуждают, когда по экономическим вопросам государственные мужи, в том числе в правительстве, они говорят, вот миллиард туда, миллиард или триллион. Вот сейчас триллион будет в этом году. Да что такое триллион? А только одна амортизация должна быть. Амортизация – это не из какого-то кармана государства. Это должна оставаться на счетах у капиталистов, которые норовят ее перевести и куда? За границу. Вот этим должен заниматься правительство? И не норовят, а уверенно переводят. Переводят. Это называется выводом. А они изображают, что это не вывоз капитала. Это не вывоз капитала. Вывоз капитала, если мы построили там заводы и эксплуатируем, так сказать, иноземных трудящихся. Вот если мы сейчас говорим о буржуазных интересах... Строго говоря, конечно, вывоз капитала тоже есть, потому что мы все-таки за границей строим заводы. Не сильно много, но строим. Это с Гулькин носом. Нет, с Гулькин, но тем не менее. Вон у нас Абрамович там что-то построил даже в Америке. В общем, какой-то вывоз-то именно капитала есть, а это просто вывоз денег. Да, вывоз денег. Но кто не понимает, капитал и деньги – это не одно и то же. Капитал – это часть прибавочной стоимости, но в данном случае амортизация не подлежит вообще вывозу, потому что это что такое? Это подрыв экономики. Это наравне экономической с изменой родины в области экономики. Сколько это так взять и сделать старье? Теперь Маркс это объяснял для людей темных, что если вы меняете раз в десять лет, то вы, когда будете менять, это, казалось бы, должно быть тот же самый уровень – обеспечить развитие. Но вы же будете менять тоже на новую технику. А она уже более производительная. Поэтому вы сразу получите прирост, не затратив нисколько. Потому, что это никакие бюджетные деньги не нужны. Это амортизационные отчисления, которые входят в состав затрат, а не в состав прибыли. Вы не имеете права, все капиталисты, которые считали изначально, кто был капиталистами, не разрешали это дело заносить в другую графу, что это прибыль. Какая прибыль? Это затрата. Это святое. Святое на то, чтобы вот этот корень был здоровым. Это не делается. Я знаю, что, скажем, по Сестровецкому хлебозаводу директор его взял и записал себе срок амортизации 100 лет. О, как? И сотую часть откладывает, остальное можно и в карман класть. А чего не тысяча? Вот. А теперь смотрите. Вот семь триллионов. Дальше. Второе – это только амортизация. Она уже даст темпы роста. Второе, если мы хотим получить... Кто не знает, что для того, чтобы получить прирост? Что нужно сделать? Взять часть прибыли, какая бы она ни была, и отправить часть ее на что? На обратное производство. На что? На новые рабочие места. Не на 25 миллионов рабочих мест, как у нас. Высокотехнологичных. Высокотехнологичных. Высокотехнологичные там, где как раз технологии есть. Вот вы на этих всех фабриках и заводах. Вы туда отправьте... Сколько процентов? Ну, 60. Процентов прибавочной стоимости. Или 60 процентов прибыли. Сколько останется на разгул? На то, что... Тридцать. Нужно даже меньше. Учитывая амортизационные... Нет, это уже не амортизационные само собой. Здесь только... Ну, тридцать. Тридцать. Останется на то, что вы поехали в Куршавель и там, что хотели, делали, и мы вас приветствуем. Только не надо совраду прыгать в Неву. Можно утонуть. Нехорошо. Можно и политически утонуть. Вот, это не надо. А вот, пожалуйста. Но вы сделаете то, что... Как капитализм. Капиталист только тогда называется... Может носить для вас высокое звание капиталиста. Если он накапливает часть прибавочной стоимости, обратно направляет производство. И тогда у него все больше и больше. А вы наблюдаете, что у нас расширяется предприятие? У нас крупные предприятия уничтожаются, а мелочь делится на цеха. Или цеха превращается в отдельные живопыльки. И становится мелким бизнесом. У нас идет обратный процесс. Это не дело промышленности. Это кто должен делать? Это правительство должно за этим следить. Сохранять эту монополию государственную. И в рамках этой монополии это осуществлять. Это вот вторая мера. Теперь третья мера. Если мы хотим, чтобы у нас это все работало... Значит, в рамках монополии можно составлять планы или нет? Обязательно нужно. Все составляют планы. Любая монополия составляет планы. Все монополии составляют планы, кроме нашей вот этой государственной монополии, которая выпускает от 50% до 70% ВВП. Ну, про 70% это, конечно... Ну, я прочитал в интернете. Ну, это, конечно, сказки. Нет там никаких 70%. У нас Олег Камолов, наш молодой экономист, насчитывает самыми разными методиками гораздо меньше даже 50%. Но все равно серьезная сумма. Хорошо. Вам еще и легче. Чем меньше, вам легче. Где у вас? И у вас ни на 50, ни на 70, ни на 20, ни на 30, ни на сколько? То есть, вы вообще не соответствуете монополистическому этапу развития капитализма. Вам нужно в России такое правительство буржуазное, которое не соответствует монополистическому этапу развития капитализма. А что такое монополия? Монополия – это единый комплекс. Это единое предприятие. Или это такой комплекс, в котором имеет место кооперация. То есть, совместные действия. Кооперация – это такая форма труда, при которой много лиц полномерно работают в одном или связанных между собой процессах производства. Где планы? Нету. Планов нету. Есть только планы приватизации. Как уничтожить, так планы. Как только создавать, так и проекты. Но это вполне очевидно совершенно, что буржуазное правительство работает на благо буржуазии, только не своей. Какое-то еще. Теперь у нас есть научные разработки колоссальные. Например, у Гельмеева, Долгова, у докторов наук такие разработки, что надо оценивать производимую продукцию в области машиностроения не потому, сколько на нее пошло труда, а сколько труда она сэкономит в обществе. И вот если она сэкономила с учетом того, что вы ее потом ремонтируете, эксплуатируете, а в итоге она столько наэкономит. Если вы один имеете, вы бедные, а если у вас таких видов машин сотни, тысячи, их много, тиражируете, у вас колоссальная экономия. Это называется поэкономии народно-хозяйственной экономии труда. И вы будете богаты, и в то же время будет развиваться экономика страны. И общество будет развиваться. Это имеется у нас планирование использования перебивых методик? Только говорят. Вообще по планированию ничего не говорят. Я не слышал. Про планирование говорят, когда приватизация идет. Только. Не, не. Про планирование не говорят, говорят, что неплохо бы. Вот это говорят. Неплохо бы. Я не слышал, чтобы Дмитрий Анатольевич... Ну, у нас постоянно говорят, что у нас будет все больше внимания образованию, а потом и науке, и эта наука нам даст массу инновационных прорывов. Нам не надо никакого внимания. Вы посадите соответствующих людей, пусть оставят план. И вот это внимание пусть они в этом плане и выразят. Но, как в свое время сделал Ленин? Он посадил кто? Кто занимался планом Уэлл-Ро? Коржановский? От правительства. Да. Как? И Академия наук. Графтео. А что? А что сейчас? Академия наук? Или что сказали? Все. Забираем у вас институты. Вы будете клуб по интересам. Вы будете клуб ученых. Будете разговаривать, встречаться и мирно беседовать. А все это дело забрали и задания никакого не дали, кроме одного. Можете прогнозы. А какой прогноз? Если у нас все хуже и хуже, то и прогноз будет еще хуже. Какой может быть прогноз? А план дайте им составить и прибавьте туда тех людей и хозяйственников, которые в этом деле разбираются. Того же министра промышленности и торговли, который даже в этих условиях умудряется какие-то финансы добывать, чтобы кредитовать не под 15%, а под 5% через фонд поддержки производства на конкурсной основе. Так давайте туда подсоедините и сделайте план. Капиталистический. Вы не любите социалистического планирования. Вас никто не призывает социалистический план составлять. Вы сделаете план. Капиталистический. Капиталистический план в развитии вот этого буржуазного сектора. А что с мелким бизнесом? Вы хотите его поддержать? Прекрасно. Дайте ему заказы в рамках этого плана. Хотя бы его налогами не душите. Это самое главное. Не, надо его подключить к единой большой работе. Вы думаете, на Западе этих нет мелкого бизнеса? Нет, разумеется. Мелкий бизнес, если у вас крупный завод, а какие-то части... Когда-то Apple был мелкий бизнес. Вот этот мелкий бизнес может делать по заказам. Кто-нибудь отказывается от заказов? Дайте заказы на выполнение этих же самых планов. Пусть участвуют в этом деле. А их постимулируйте. Но вы это не делаете, потому, что у вас планов нет. То, что думать надо сначала головой. Потому, что прежде чем не просто сидеть в кресле, если я председатель правительства, а надо разработать планы. Этот план осуществлять. А если не выполняют, если запланировано, и деньги выдано, между прочим, на все эти детские сады, нам рассказывает президент, деньги выданы, детские сады не построены, а еще и они не получили лицензии. Ну, так начинайте раньше, чтобы к этому моменту уже лицензии. Я это не видел. И посадите их в тюрьму за то, что они не сделали то, что нужно в срок. Почему у вас не выполнение государственных планов никак не преследуется? В свое время даже академика, будущего академика Королева, не пожалели за нецелевые растраты денежек и посадили его в ГУЛАГ в свое время. Да. Полетели наши? В итоге полетели. В итоге полетели. А тут у нас... С Туполевым поработал. У нас лучше стало с космосом или хуже? Ну, хуже, конечно. Мы же были на первом месте. Мы же впереди были Америки. А сейчас мы отстаем. Совершенно ясно. Ну, это все понятно, что план есть. Работают мозги у них замечательно. Разве замечательные планы нет. Он другой план. Плана нет. Другой план. Нет такого документа. Это государственный план. Нет. Он просто к нам не показан. И план этот абсолютно другой. Он не про развитие нашей экономики, этот план. Это не план. Это замысел. Это очень красиво говорить. А если правильно говорить? Умысел. Умысел? Так он, я уверен, что... Умысел не план. Он имеет свой план. А это все, когда уже судят, обычно говорят, что у вас был умысел. Мы сейчас докажем, что у вас был умысел. Пока не докажете умысел, не посадите. Вот умысел есть. А плана нет. Потому, что план это замысел. Надо иметь замысел. А это замысел называется программа. Ну, программу можете составить? Ну, программу на 15 лет. Если вы говорите о рождаемости, так вы понимаете, что человек живет сколько лет? Ну, 70. Сейчас 5. Вы же говорите, что у нас там... Вы на такое время сравнимы с жизнью человека можете, чтобы воспроизводство было? Посмотрите. Программа. Программа, она не план. Там нет директив. Но вы должны ввязать все отрасли и все стороны жизни, чтобы видеть, как развивается общество. Кто видит? Вот кто видит? Ведь мы не знаем, куда мы идем. Мы идем как? Мы назад видим, а вперед мы не видим. Ничего нет. И это мы сейчас опять будем обсуждать. Будем знать, какая Конституция. Прекрасно. А что мы делать будем? Как жить будем? Это мы не знаем. Пока мы не составили программу и план. Это может сделать буржуазное правительство с Академией наук? Академия наук в подчинении у нее может. Она не делает. Только вот не делает правительство медведения и сделало то, что обязано. Дальше. Обязано правительство обеспечить финансы для того, чтобы крупные проекты развивались. Обязано. Почему она устроила такую штуку? Что у нас капиталисты не могут получить деньги для развития производства. Вот для чего-то другого. Может, деньги каким-то образом попадают. Но для развития производства не могут. Потому, что 6,25 сейчас ключевая ставка. Значит, уже так отсчитываются. А мы ее снизили. Да что толку, что вы ее снизили? Вы же снизили ее до такого уровня, который мы считаем. Не досягаем при этом. 6,25 плюс 7 коммерческие банки накинут будет 13,25. А максимум прибыльности у нас 10. Значит, никто не возьмет ни на оборотный капитал, ни на строительство, ни на обновление. Вы хотите, чтобы у нас развивалось? Похоже, что не хотят. Если вы не хотите, так уходите. Поэтому, я считаю, правильно отправили их в отставку. Они не хотят развивать нашу экономику. Никакую буржуазную не хотят развивать. Вопрос такой, что отправили ты их в отставку. Когда их отправили в отставку? Вот у нас Дмитрий Анатольевич Медведев со своими друзьями занимал сей благородный пост с 2012 года. А раньше... Через два года можно было уже понять, чем они собираются заниматься. Ну, вот поняли люди. Это положительно. Мне кажется, это дымовая завеса. Потому, что у нас новое правительство... Вот сейчас мы старое обсудили некоторым образом. С негативной. И, что важно, мы еще и позитивные места отметили. С позитивной точки зрения. Мы их рассмотрели. А мы давайте посмотрим еще дальше. Теперь на новое же нужно посмотреть. А новое еще... А мы же не говорим о том, что желательно, чтобы сделало новое. Всем понятно, я думаю, что если мы говорим... Мы же говорим не вообще про это именно конкретное правительство. Мы говорим о том, что требуют интересы буржуазии. Только понятые более глубоко. Интересы буржуазии в том, чтобы... Буржуазия существует для того, чтобы развивать капитализм. А капитализм развивается за счет крупного производства. Или за счет мелкого бизнеса. Ну, мелкий бизнес должен превратиться в крупное производство. Какой-то мелкий бизнес, который нарушает законы. Которые сожгли столько людей. Там и Хромая, и Лошадь. И в Кемерово сожгли людей. Которые нарушают. И когда он говорит... Ни в коем случае не должно быть бесплановых проверок. Но проверки только и должны быть бесплановые. Плановые. Вы ко мне идете завтра. Завтра у меня все будет чисто и хорошо. А послезавтра я уже могу свои черные дела делать. Так же установил Медведев, чтобы не... Боже упаси, чтобы кто-нибудь пришел. Вы должны это все проверять? Должны. Поэтому я думаю, что разговор, конечно... Вы, конечно, все правильно поставили вопрос. У нас разговор идет вроде про Медведева. А вообще-то идет вопрос, какие требования к правительству подъявляются? Хоть к этому? Хоть к этому? Ну, вот этот, слава богу, доктор экономических наук, это круче, чем просто доцент... Это кто? Мишустин? Да. Он доктор экономических наук. А вот назначение Мишустина, на мой взгляд, это сигнал некий. Потому, что любое назначение – это сигнал всегда. А мы же не... Мы сейчас говорим не об этом. Мы сейчас говорим, какие требования предъявляются. Хоть к Мишустину, хоть к Иванову, хоть к Петрову. Вот требования дальше. То есть, задача такая. У американцев 2% ключевая ставка, делаете 2%. Вы же молитесь на США. Все время у нас. Везде это США уже здесь. У нас США с одной стороны молимся, а с другой стороны как единство и борьба противоположностей. А США – это бездуховная мерзость. У нас не будет как США, но США – самая лучшая страна. Одновременно. То есть, мы всякую дрянь оттуда берем, а то, что нужно взять из экономики... Ну, если же там развитие экономики. Ну, так возьмите это дело, 2%. А вот другие страны... Ну, вот почему имеется даже отрицательная ставка в некоторых странах. Отрицательная. Я банкир. Но у нас нет уже банкиров таких, как у нас в России. В России банкиры – это... Ростовщики обычные. Ростовщики. А если я банкир современный, то это финансовый капитал. А финансовый капитал... Объединение с промышленным. Сращенный с промышленным. Значит, у меня есть заводы. То есть, я заводам даю по отрицательной ставке. То есть, вы берете у меня миллион... Отдать должны 900 тысяч. Вот. 900 тысяч. А зачем мне это надо? Вы возьмете у меня этот миллион, настроите заводы, будете выпускать продукцию, и я получу вот такую прибыль. А это минус. Из этой прибыли вот этот вот кусок вам вот это и будет. То есть, сейчас финансовый капитал. Но если человек грамотный в области экономики, а тут люди думают, что должны быть уж этот азы, они должны понимать, что развитие производства важнее того, чтобы вы, так сказать, какой-то процент себе получили, как расставщик. Вы получите в 10 раз больше процентов прибыли. Но вы отдайте сейчас. Дайте людям подняться производство, чтобы оно производило. Богатство не может появиться из того, что вы сейчас всех трудящихся затянете в ипотеку. Вы же что делаете? Они платят вам, платят, платят и платят. За счет трудящихся богатяют наши банки. У нас в Советском Союзе основные... Рождаемость. Да, уж точно. В Советском Союзе основным налогоплательщиком у нас были предприятия. Да. А теперь граждане. Дальше. Теперь Медведев со своим правительством устроил это безобразие, которое называется sold. О чем у нас тоже был разговор. А sold – это специальная оценка условий труда. Пришли люди, которые теперь стараются выявить все недостатки, а наоборот, стараются их замазать и закрыть. А как это получается? А потому, что это вместо государственной системы, когда люди, специалисты проверяют такие условия труда. Это фирмочки, которым дали лицензию на откуп. Которые приходят к вам и говорят, что вот мы проверяли, все хорошо, а заплатите деньги. И у вас будет все хорошо. И вам пишут, что все хорошо, а у всех трудящихся ухудшились условия. И всем написали. У кого было вредное, стало менее вредное. У кого было особо вредное, стало просто вредное. У кого была тяжелая работа. Стала легкая. У кого особо тяжелая, стало тяжелая. И это общая картина. Везде и всюду. Все как один говорят. Поэтому, если кто не верит, пусть проверит. Пусть встретитесь с товарищами и трудящимися, и вам они расскажут. То есть, вы хотите, если вы капиталист, если вы не дурной капиталист, то есть, такие капиталисты были в Англии. Про них Маркс пишет. Они детей. Детей посылали кирпичи доставать из горячих печей. Потому, что детям можно платить меньше. Маленькие они удобно. Нет. Меньше платить им надо. Им меньше можно, чем взрослым. Поэтому, родители не берут ни отца, ни мать. А эти пускай тащат. Ну, это понял капиталистический класс Англии, что это вымирание не только рабочего класса, это умирание Англии. Вы поймите здесь, что если у вас ухудшаются условия жизни рабочих, которые создают вам прибавочную стоимость, вашей прибавочной стоимости становится все меньше и меньше. Так точно. Потому, что нездоровый человек. Или вы удлинили этот самый пенсионный возраст. Ну, хорошо. Но вы же сделали так, чтобы детей стало воспитывать труднее. Вы же сделали вот это, что у них нет ни бабушек, ни дедушек. Их сейчас там встречать, провожать, потому что воруют детей. Как вы собираетесь? Выйдет он из школы, и куда он пойдет? Ни папы, ни мамы, ни бабушки, ни дедушки. Это кто в этом доме должен? Правительство или нет? Так вы понимаете, что он должен уйти с работы. Так вы хотите, чтобы он работал или не работал? Вы хотите, чтобы он боялся кого-то на улице, на работе сидел и быстро что-то делал? Или он думает, что я что-то сижу делаю, а у меня там все проваливается? То есть, об этом надо подумать. Мне как-то приходилось в думе выступать при обсудении трудового кодекса. Я понимаю, что там сидят представители нетрудящихся. Я говорю, что вы хотите быстро скакать на лошади. Ну, так вы, если будете ее кормить не овсом, а гнилой соломой, лошадь упадет и вам сломает шею. Ну, вот сейчас сломали шею вашему правительству. В том смысле, что его раз и в отставку. Но вы-то понимаете, что вы России ломаете шею таким отношением к трудящимся тем, кто является главной производительной силой. Вы вообще производством занимаетесь? Капиталистическим? Кто это? Главная производительная сила? Машина или люди? Люди. Вы что сделаете с людьми? За это правительство должно отвечать? С точки зрения капитала. С точки зрения капитала, чтобы нарастить капитал, надо иметь здоровую, обученную, высококвалифицированную производительную силу. И повышать квалификацию. И образование повышать. А для этого что нужно делать? Для этого надо время свободное. А вы что делаете? Вы этой пенсионной реформой украли время свободное у людей. Я сейчас говорю не об этих людях, что им стало хуже. Это понятно, что им стало хуже. Вам стало хуже. Потому, что вы таким образом подрываете саму основу развития производства. Оно же капиталистическое. Оно же ваше. С чем вы его подрываете? Оно же вас кормит. Оно вас не просто кормит. Оно вас обеспечивает вам такие условия жизни, которые ни у кого больше нет. Это имеется в виду, что люди не собираются никакие условия жизни себя налаживать вообще. Задача вполне очевидная. Ну, из всех тенденций, которые имеют место. Учитывая, что у нас самый главный начальник, гарант Конституции и вообще президент, каждый год то на пресс-конференции, ежегодные, на отчетные условно говоря, то во время послания говорит прекратить отток капитала, как он выражается, за рубеж. Это я слышу с 2003 года. То есть, президент говорит, это как об стенку горох. Вообще. А президент, вроде бы, у нас сейчас имеет такие полномочия, каких не имел Николай II после 1907 года. Так у вас не дается, чтобы его употребить? Надо его употреблять? Так это значит, что одно из двух. Или президент с ними вместе заодно, что, мне кажется, абсолютно, скорее, правдой. Или он чисто декоративная фигура, которая что есть, что нет. Потому, что вон у нас, я помню, касательно банковского дела высказывался, опять же, Владимир Владимирович, а Германовский Греф сказал, что... Что там президент сказал? Он ничего не понимает в банковском деле. Куда он лезет? Вот я представляю себе, так бы сказали... Господи, ну... Да даже... Я не знаю. Если бы так сказали, например, Дуччи Муссолини бы в Италии, какой-нибудь там начальник банка, что-то этот Муссолини лезет в банковское дело, он ничего не понимает. Где бы он завтра оказался? Это плохой пример Муссолини, конечно. Но, тем не менее, у нас президент-то что? Что-то, Оскар Ильич Греф, пострадал как-то от этого? Нет? Указание было? Было. Выполнено? Нет, не выполнено. Вот это еще одна тема. Правительство должно быть таким, которое имеет меры, умеет применять меры для выполнения своих постановлений. А если оно только может постановления применять, а меры... Принимать. Да, принимать. То это пустое дело. Это пустая декорация. То есть, все стихийно разваливается, уничтожается, а правительство при этом присутствует. Так спрашивается в связи с этим. Ну, хорошо. Вот вы хотите, чтобы без гражданства или иностранного, чиновника и так далее. А у вас Центробанк работает в интересах иностранных государств. И под руководством американского капитала. Или это не очевидно? Или это не знают? Об этом... Вот, например, академик Глазев об этом говорил. Где? На межведомственной комиссии. Советы безопасности. Куда собирается перевести товарища Медведева? Ну, если уже вам сказано, это было всем написано. Никто это не опроверг. Ну, почему у вас... Что это за правительство России, которое не может починить себе Центробанк? Это значит не правительство? Нет, значит, тогда правительства у нас. Ну, как без банка? Как может правительство не руководить банком? Ну, как можно? Особенно при капитализме. Да и при социализме без банка оно ничего не может. Ну, началось это все, естественно, у нас социализм начался с того, что все банки обобществили в один большой государственный банк. Так и здесь у нас тоже нетрудно сделать. Сразу все банки превратились в отделение. Еще Ленин об этом писал. Никто не пострадает. У вас как было 3 рубля, так они будут в государственном банке. Только если это назывался банк возрождения или высыпления... Вырождение. Банк возрождения. Банк возрождения будет отделением этого Центробанка. Это можно сделать очень просто. Это не противоречит капитализму. Укропление банковской системы... Я думаю, это нельзя сделать очень просто, потому что эти банковские объединения имеют своих лоббистов там, которые этого сделать не дадут. А еще они имеют специально обученных людей со снайперскими винтовками. Ядосимикатами и всем остальным. А у нас есть Росгвардия. У нас есть армия. У нас есть... Короче говоря, у нас много чего есть. Еще вопрос. Еще вопрос. Кто пойдет из этой самой армии ФСБ за правительством, которое соберется, например, обобществить банки. Огромный вопрос. А мы ставим вопрос теоретически и исторически. Да. Интересы буржуазии должно буржуазное правительство защищать? Вопрос какой сразу? Пускай защищает оно свои интересы. Прогрессивные. Прогрессивные интересы пускай защищает всеми средствами. Оно не защищает. Правительство, которое не защищает интересы буржуазии, его надо выгонять. Его выгнали. Надо, чтобы новое правительство все-таки занималось тем, чтобы защищать интересы буржуазии. Его надо было не выгонять, его надо было наказывать примерно, чтобы другим было неповадно. Сразу было понятно, что, посмотрите, например, вот у нас отчетный период Дмитрия Анатольевича Медведева с 2012 по 2019 год исключительно. 7 лет, это много. У нас почти полностью промышленность после войны отстроили за этот период. Вот посмотрите, что было достигнуто хорошего? Свести баланс и выяснить, что должен получить, в конце концов, Дмитрий Анатольевич Медведев. Если посмотреть на все, что мы имеем, он должен получить вообще-то тюремное заключение, по большому счету. Вот такое мое крайнее мнение, хорошо, хотя бы судебный процесс. Это же преступник, вообще-то, и у него под началом, как выяснилось... Но министра экономического развития посадили? Да. Это хороший поступок? Один. Да. А вызов министра по делам открытого, по вопросам открытого правительства под уголовным делом? Он под уголовным. Еще не посадили. Хорошо. Вроде бы. А дальше ниточка может и дальше протянуться. Беда в том, что вот у нас 7 лет, Медведев, кто мне объяснит, как так получилось, что он не знает, что у него как минимум два уголовника под началом. Повторюсь, это не Кировский завод при Советском Союзе, там 15 тысяч человек или сколько там было. Сколько там народу в правительстве? Там с секретарями их наберется. Человек, что там 500-600. А еще там есть управление ФСБ, которое за ними следит, между прочим. Почему начальник не знает, что у тебя подчиненный просто вор в промышленных масштабах? Значит, такой начальник. Или, может быть, ты в сговоре. Нужно выяснить, дорогой товарищ. Ты был не в курсе, значит, дурак, некомпетентный дурак. Или ты не дурак и все знал. А значит, ты сообщник. А раз сообщник, так будь добр, рядышком, присядь вот туда. Он там в клеточку. Он в ту. Где тебя потом внимательно будут расспрашивать. С кем ты занимался? Чем ты занимался? Кого знаешь еще? Куда деньги делись? Да. Вот для того, чтобы это делать, надо, чтобы к этому вопросу привлекались не только члены самого правительства. Поэтому вот эта закрытость, это хоть по делам открытого правительства, открытое для разграбления России, получается, правительство. А надо, чтобы это правительство было открыто для того, чтобы рассмотрение его дел. Поэтому они не планируют ничего. Потому, что если не планируют, скажете, вы можете сказать, что они не выполняют план? Не можете. Потому, что планов нет. Они задачи не ставят. можно сказать, что они не решили эту задачу? Потому, что не было задачи. Они сказали, мы проекты делаем, и остаются проекты. Это же вот как раз такая штука. Это неуловимые тайги, как змеи, как черви, которых никак не понять. То есть, надо в этом деле, если мы хотим навести какой-то элементарный порядок, думать, что если мы перепишем Конституцию, и у нас порядок будет наведен, это наивность. У нас эта Конституция, за которую, кстати, огромный секрет, никто не голосовал. Она у нас просто как-то написана, и все. Она-то... Она просто написана в интересах иностранных государств. Она... Даже она не соблюдается. Хотя вроде бы главный закон. У нас там масса есть пунктов, которые, в принципе, не соблюдаются. Вот давайте... Вот мы и вышли на один. Что характерно для этого самого периода? То, что принимается, то не выполняется. А помните программу социально-экономического развития России и его социально-экономических последствий, которая была подписана председателем правительства Путиным? Помню. Когда кончается? 20-й год. Да. Вот 20-й год. Где программа? Программа 22-3. Я читал внимательно всю, кстати. Очень хорошая. А мы про нее статью написали. А я тоже читал, кстати. Вот. И мы написали, хвалили. И мы так как дураки оказались. То есть, мы хвалили. А никто и не собирается его выполнять. Приехал к нам Степаша. Тогда, когда он управлял эту самую палату, которую Кудрин потом изглавлял. Счетную. Счетную. Да. Приехал в университет. Но не философия в Петербурге. Хорошие какие дни. Да. Вот я, значит, поднимаю руку. Он рассказывает, мы это контролируем, то контролируем. Я поднимаю руку наш декан Совета Федерации. Так как-то заволновался. Ну, коротко только, Михаил Васильевич. Я говорю, коротко. А вот скажите, пожалуйста, товарищ Степашин. Вот вы контролируете. А вот главную как раз программу социально-экономического развития, как она выполняется? Она выполняется или нет? Он так все заулыбался. Такой и такой. Корректируется. 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 Это новый метод подхода. Вот если что-то запланировали к 2020 году, откорректировали, пусть будет к 2030. Когда или я умру, или Ишак умрет. Ну, кто-то должен умереть. Поэтому... Строго говоря, конечно, про программу мы еще рановато говорим. Потому, что 2020 год только начался. А не может за год это все делать? Нет, уже не получится. Это же не 2019, а 2020. Там такой был рост экономики. Там, между прочим, рост зарплаты. Да, я помню. То есть, хорошая была программа. Хорошая программа, хороший замысел. Ну, так вы... То есть, это люди, которые не могут выполнять свое решение. Я думаю, мы должны предъявить правительству требования, что вы, если чего-то принимаете, так вы, по крайней мере, добиваетесь выполнения. А если вы не выполняете, то привлекаете к ответственности. Кого привлекли? Сразу к уголовной только. То есть, вы ждете, когда человек украдет что-то или убьет, или зарежет, или взятку возьмет. Вот тогда его привлекают. А если человек не выполняет то, что нужно, ну, скажем, вашему классу, вашей совете, самый буржуазий... Такего увольнять надо. Ну, увольняйте для начала. Ну, что это такое? Все хвалят только. Молодец, молодец, молодец. Ну, что это такое? А вот и Медведев у нас молодец. Его вместо того, чтобы последствия отдать, ему сказали, что спасибо, Дмитрий Анатольевич. Вот теперь вопрос. Ступайте на другое кресло. Все раз возвращаемся. Если мы хотим, чтобы была сильная Россия. Вот хотя бы буржуазная. Ну, неужели нужно, чтобы люди с утра до вечера работали, как это было в Англии в период становления капитализма? Надо, чтобы они имели возможность свободного времени и развития. Чтобы они грамотными были. Чтобы они образованными были. Чтобы они могли быть высококвалифицированными рабочими. Ну, так высококвалифицированным рабочим нельзя стать, если человек просто умирает на работе. Ему не дают соответствующих средств безопасности. Его не обеспечивают тем, чем нужно. Ничего сказать. Его не дают повышение квалификации регулярного и так далее. Его все время пугают. Или, скажем, у нас за треть работников вообще не платятся никакие взносы. Они, значит, сплошь и рядом. Везде нарушения закона, связанные с тем, что не оформляют работников. Хотя, во-первых, трудовой договор должен быть оформлен с каждым. Это что, есть? Нет. Правительство не обеспечило, чтобы с каждым работник, который работает, был... Но в законе в Трудовом кодексе России написано, если человек приступил к работе, допущен к работе, считается, что... Автоматически. Но трудящиеся это не знают. Трудящиеся забиты бесконечной работой. И они не могут это отстоять. Потому, что для того, чтобы что-то отстоять, нужно иметь свободное время. А вы свободное время не даете даже для того, чтобы... Ну, вы все хотите сверху контролировать. Дайте вы... Пусть контролируют снизу те, кто в этом заинтересованы. Дайте людям время. Переведите их на 6-часовой рабочий день. О, сейчас! Это будет выгодно. Это что? Повысит размер вашей прибыли или понизит? Строго повысит. Строго повысит. Строго повысит. А значит... Это просто научно рассчитано. А теперь, кроме расчетов научных, я хочу напомнить некую истину научную. Думаю, что есть два вида прибавочной стоимости. Это... Абсолютно относительное. Абсолютное. Абсолютное состоит в том, что больше работай, да? И, так сказать, развлекай величину рабочего дня. И меньше плати. И туда получать... Как известно, чтобы получать больше молока и тратить меньше еды на корову. Корову нужно просто меньше кормить и больше доить. Вот. А есть другое понятие, которое соответствует современному этапу развития. Сейчас говорят, что у нас чуть ли не постиндустриальное. Высокотехнологичное. Цифровизованное. И все централизованное. Цифровизованное. Так вот, вы цифровизуете, пожалуйста, такую мысль. Что есть относительные прибавочные стоимости, когда вы повышаете производительность труда. А это надо делать что? За счет новой технии, за счет ее внедрения. Не за счет привлечения гастарбайтеров, безграмотных. А за счет того, что вы... Потому, что есть такое понятие, как граница применения машин. Если у вас маленькая зарплата, и вы ее не повышаете, да зачем? Кто будет из капиталистов покупать машины и машину устанавливать? В самом деле зачем? Больше рабочих. Пусть они работают и все. У нас в Мурино, где я имею счастье проживаю, город теперь Мурино, кстати. Около станции метро Комсомольская, которая теперь почему-то Девяткина. Вы знаете такой Девяткин? Я не знаю. А вот Комсомольская, что такое Комсомол, я знаю. Был станции метро Комсомольская, теперь Девяткин, и там город Мурино. 76 тысяч человек, между прочим, уже зарегистрировано. Там у нас, убирая улицы, вот когда снежные зимы были, люди с лопатами. А что эту машину-то, которая в советское время вот так вот ездила, и вот так вот делала снег, хап, 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 сзади два грузовичка. Один заполнен снегом, другой пустенький. По-моему, это несколько эффективнее, чем люди с лопатами. Это эффективнее. А дешевле, если гроши платить этим, надо 200 будет сходить с лопатами, 300 с лопатами. По-моему, Маркс это написано в первом томе капитала в начале. Граница применения машин. Вот уровень зарплаты. Если только вы начинаете повышать зарплату, применяется техника. Если правительство хочет, чтобы у нас был механизированный труд, а не ручной, оно должно добиваться повышения зарплаты и сокращения рабочего дня. Тогда будет вот это. А если вы не будете этого забиваться, у вас и будет вот такой застой. Такая отсталость в экономике. А я знаю, кажется, секрет. Я вот три раза уже это высказывал. Хочу сформулировать это развернуто. Почему так происходит? Секрет, по-моему, никакой не секрет. Наводящий вопрос первый. Ну, это и вам тоже, возможно, сможете ответить на него самостоятельно. Куда выводятся деньги, которые президент запрещает вывозить? За границу. В разные заграничные офшоры. Значит, простой логический вывод. Интерес находится там, куда утекают деньги. Нельзя выводить деньги туда, где у тебя интересов нет. А значит, интерес этих людей находится не в России, а где-то еще. И работают они здесь. Для того, чтобы успеть вывести как можно больше денег, это и главная цель. Это самая главная цель, вывести как можно больше денег. А каким образом они здесь добыты? Да это вообще все равно. Можно даже более того, что уже и было неоднократно сделано. Взять завод, приватизированный, который теоретически может приносить миллиарды. И просто продать его на металлолом. А в пустом корпусе открыть торговый центр. Или бизнес-центр. Просто здание в аренду. То есть, это что? Ты вместо того, чтобы получать за условно 30 лет миллиарды долларов, ты получаешь сразу миллиард. И тебе это лично нормально. Все. Ты его выводишь по отработанной схеме через знакомых куда-нибудь на Кипр. И сам туда же уезжаешь. Какое развитие производства? Зачем? Значит, решение вопроса этого. Вот такое вот, скажем, Путин и Медведев были беспокойны. Что вот много утекает. Разговоров много было в этом смысле. Так с 2002 года я слышу разговор. А с третьего, извините. А как сделать, чтобы не утекало? Очень просто. Вы поднимаете здесь зарплату рабочим. И тогда эти деньги останутся здесь. И развиваете здесь. И накопление сделаете. Тогда, если мало, мы говорили 60 процентов. Сделайте 70 процентов. Пусть здесь накапливают. Закон сделаете. А кто не накапливает 70 процентов, не может быть капиталистом. Отбирать у него надо завод, если он не накапливает. Если он не увеличивает производство. Если он не повышает производительность труда. То есть, сделайте так, чтобы здесь требовалось деньги вкладывать в производство. А если здесь ничего никто не требует, они забирают амортизацию. Не только прибыль. Они амортизацию же вывозят. То есть, они выводят Россию за границу. А Россия остается без... Конечно. А люди здесь надрываются. Им говорят, а вы еще больше работаете. Еще вам увеличим пенсию. И налоги. Сейчас еще у нас НДФЛ до 16 процентов увеличит налог на доходы физических лиц. Что это такое вообще? А что такое сделали, когда... Ну, решали одну большую гадость. Сделали. С увеличением пенсии. А в этот же момент... Увеличили НДС. О чем что-то как-то мало говорят. 20 процентов. Это же кошмар. Это пятая часть. Вот любой товарищ... Вот вы, когда выходите из магазина, вы зря эти не берете бумажки. Я беру, я беру. И там написано. Сколько вы заплатили НДС только что? 20 процентов. Вы, значит, это что-то взяли за 100 рублей? Значит, 20 рублей вас сняли ни за что. Да. Просто так. Если вы взяли 1000, значит, 200 рублей вас сняли. Если у вас 2000... Это, кстати, разработал все господин Мишустин. И притворил в жизнь. Так он же глава налоговой службы. Он по заданию работает. Да, конечно. По заданию. А сам он совершенно против этого всего. Там очень большой централизм. Это вот централизма нет у нас в экономике. А там вот... Если вы думаете, что в правительстве кто-нибудь решает голосование... Нет, конечно, нет. Разумеется. Я имею в виду, что... Вот видите, как. Сказали, что правительство предложили, чтобы оно ушло в отставку. Оно дружно пришло в отставку. Кто-нибудь за это голосовал, что ли? Нет, конечно. Нет. Был Орешкин? Нет Орешкина? Нет, я имею в виду, что ему как-то, видимо, не нравилось то, что он делает очень. А что ты не уволился, если тебе не нравилось? Ну, как? Если ты занимаешься мерзкими делами, конкретно мерзкими, так ты уволься. Скажи честно, я мерзкие дела делать не буду. А нет, у нас у Мишустина жена вдруг заработала 800 миллионов. Сам он заработал 200 миллионов. Он не заработал, а получил. Ну, сказано, заработал. Видимо, так хорошо работает. Ну, мы-то знаем, что это заработать нельзя. А получить можно и больше. Получить при капитализме можно любую прибавочную стоимость. А заработать много нельзя, потому что нет таких специальностей, где трудящиеся получают такие суммы. Так можно получить только за счет эксплуатации чужого труда. Я это отлично понимаю. Но, видимо, это не настолько очевидно. Где же моя любимая картинка-то? Я хотел найти Мишустина. Нет, тут товарищ мне подсказал, на кого он очень похож, и кем он по факту является. Помните, был такой блинный богатырь? Герой многих блин, сказок русских наших народных. Звали его идолище поганое. Кто он был? Он был сборщик Дани от таря татарского. Он даже похож. Вот из сказки «Птушко». Посмотрите, пожалуйста. Да. Это только костюм поменять надо на более благообразный. Это же главный мытарь. Просто элементарный. Вот нам главного мытаря. Плохо видно. Ну, вы сами сможете нагуглить. Вы нам главного мытаря посадили на шею в итоге. Это сигнал конкретный, что дальше вот все эти фокусы с НДСами. НДФЛ, вы думаете, что не примут? Нет, примут его 16%. И его примут. И еще что-нибудь примут. И скоро будет, как в той самой сказке про Чаполина. Там, когда особенно в кино у нас замечательно, что там «Я требую ввести налог на слезы, потому что они плачут и не платят». Значит, Климат Александрович, вы как-то упреждаете события. Смотрите. Вот он еще не смотрел же нашу передачу. Она еще не вышла. А вот сейчас она выйдет, он посмотрит и начнет делать то, что мы ему советуем. Очень можно. Очень надеюсь. Что-то... Вы верите в это? Нет. Ну, надеемся же. Да. И я надеюсь. Ну, во всяком случае, мы должны правильно сформулировать требования. Причем не со своих позиций, а с позицией того, что вот если человек ходит и возглавляет буржуазное правительство, то уж, пожалуйста, интересы буржуазии соблюдайте. Только современные интересы, современные буржуазии, а не какой-то там не тех людей, которые думают, как где что схватить и положить в карман. Это не похоже на буржуазию, это похоже на что? Это на Ростовщиков похоже, это на... Это похоже на татаро-монгольское иго. Да. Очень сильно. Дань какую-то забрать. Но я при этом хочу сказать вот что. Татаро-монгольское иго у нас, татаро-монгольское иго, в самое страшное время и самый максимальный сбор дани, который у нас был, это было в времена Хана Джанибека. Это высший рассвет Золотой Орды у Луса Джучи, Дэшта Кипчака. Вот у нас по самым-самым, со всеми экстраординарными налогами, мостовыми сборами и прочее-прочее, 10% общий налог был. Значит, если я поставлю вопрос, Климен Александрович... Кстати, а сейчас у нас сколько налогов? Много. Много. Явно не 10. Климен Александрович... Почему при Джанибеке-то лучше было такой вопрос? А вот поставим вопрос по-другому. Значит, вот есть хороший сборщик налогов. Да. Товарищ Мишусин, доктор экономических наук. Я думаю, доктор экономических наук понимает, что если у вас богатая страна, и вы так средне собираетесь, не очень сильно умеете собирать, то вы много собираетесь налогов. А если у вас бедная страна... И вы хорошо умеете собирать. И вы хорошо умеете собирать. То у вас будет мало налоговых поступлений. Я думаю, президент должен понимать, что если будет богатство трудящихся, и богатство даже нетрудящихся расти, и прежде всего налоги самые большие, когда вот с трудящихся пойдут или с нетрудящихся? С нетрудящихся. И собирайте их. Так вот, есть такой шанс у Мишустина, который мы не можем у него даже и отнять. Шанс не может. Вот если он будет, как председатель правительства, поднимать экономику России, так, и об этом заботиться, или скажем, делать то, о чем мы сейчас говорили, потому что мы говорили не о том, как нам улучшить с Климом Александровичем свое положение, мы как-нибудь проживем. Так, речь пришла о другом, что ведь Россия как государство, и Россия как общество, Россия как родина, те, кто здесь живет, она, если не будет развития производства, она будет скатываться в тяжелое очень положение, и там ничего хорошего не просматривается. Это хорошо, у нас есть братский Китай, который нас поддерживает. А если у нас 1,7% мирового ОВП против 17% Соединенных Штатов Америки, то никакими встречами и беседами с Трампом эту проблему не решишь. То есть, надо понимать, и мы этот паритет военной ракетной... Мы утратим скоро. Мы можем ее утратить. Не можем, а просто утратим. Утратим тогда. Значит, поэтому и собираемость налогов. Все это зависит от подъема экономики. Поэтому мы, в отличие от тех, кто сейчас обсуждает только то, что сказал, и какие будут изменения в Конституции, это все очень важно. Самое важное, что будет сделано в области экономики. Не будет это сделано в области экономики. Так, чтобы она развивалась. Поэтому главная задача темпа экономического роста. Если они будут 6% примерно, вот тогда другие задачи можно будет решить. А если не будет 6%, ну, тогда мы будем отставать. Тогда у нас будет дело плохо. Вот как стоит вопрос. И это вот проблема, которую должно решать правительство Мишуйся. Если оно не решит, ну, будет с ним такая же история, как с Медведевым. Там же очень быстро. Вы же знаете, как туда забираются, так оттуда улетают. Ну, только они, господи, через 7 лет, ну, например, я хотел бы, чтобы этого всего не было, но если предположить, вот мы такого шанса тоже отнять, к сожалению, к большому, к сожалению, не можем, а было бы неплохо. Через 7 лет, в 2026 году правительство Мишустина у нас, или там, 27-м, неважно, правительство Мишустина выясняет, что опять ничего не сделало. У нас только стало еще там на 20 человек больше долларовых миллиардеров, денег еще больше вывезли за рубеж, население уменьшилось там на 3 миллиона человек или на 4, ну, его отправляют в отставку, они за это время в кавычках заработали еще по 2-3-4 миллиарда, они говорят, господи, как плохо, меня уволили, и уезжает отдыхать к себе куда-нибудь в Италию на озеро Комо, там очень красиво. И такой, блин, как же я-то не справился, и все в горе, в ужасном горе, не допускаю, что из них еще 2-3-х человек посадят, а остальные все уедут отдыхать в Ниццу. Но заранее-то нельзя посадить, согласитесь? Нет, и к тому, что смена правительства у нас, она как переписывание Конституции, скорее всего, может ни к чему не привести, потому что предыдущее правительство, на место которого пришло правительство Медведева, оно что сделало? Да, оно сделало то же самое, возглавляло в это правительство ужас 4 года Владимир Владимирович, который потом опять стал президентом. Дмитрий Александрович, вы же знаете, чем отличается оптимист от пессимиста. Да. Вот половина стакана налито, оптимист считает, что это полуполный стакан. Да. А вот полупустой. Полупустой. Значит, вы сформулировали отношения наши к тому, что если гражданин Мишустин как глава правительства со своим правительством не решит задачу повышения темпов экономического роста, то, так сказать, как говорится, ничего хорошего из этого ни для страны, ни для него не будет. Я думаю, что он с позором должен будет уйти. Да. И будет позориться у себя на вилле. На вилле будет. Страдать. Да. Не будет его народ уважать. Это уж что делать. Господи. Или наоборот. Он, так сказать, эту задачу решит хотя бы частично. И тогда, как известно, народ у нас очень добрый. Он даже, если не все решили, то он и то будет за это дело уважать. Так что вопрос сейчас в этом смысле. Я хочу объяснить, почему мы вроде бы надо сейчас говорить о будущем, а мы вот говорим о прошлом правительстве. Потому, что будущее вырастает из прошлого, какие тенденции в прошлом нужно загасить или затормозить, и какие тенденции, которые есть в этом прошлом, можно развить. Если этого не сделают новые люди, с ними будет то же самое. Другое дело, что мы должны посоветовать и попросить нашего уважаемого президента. Надо меры принимать. Вы что, не знаете, есть следственный комитет, сейчас другой прокурор, товарищ Краснов, сейчас у нас появится, который не будет защищать тех, кто занимался игровыми автоматами и всех вытащил из тюрьмы. Прошлый прокурор. Это была хорошая шутка, недавно мне рассказали. Известный путешественник Федор Конев за 14 дней на грибной шлюпке смог оплыть вокруг яхты Алишера Усманова. Таким образом, он побил собственный рекорд, потому что в прошлом году он смог за 6 дней пешком обойти младшего «Чайку». Ну, я должен, что мы должны нашим богатым людям сказать, что вы должны понимать, что вы, отплывшие от этого большого корабля, от большой государственной капиталистической монополии, вы попадаете в ситуацию, в которой уже были. Вот гражданин Рыболовлев поехал в Монако, где у него клуб есть. И вот тут же арестовали, денежки его арестовали, и разрешили ему снова уехать, но с явкой на суд. И причем они ничего такого особенного не говорили. Они говорили тоже, что говорит и Владимир Владимирович. И Владимир Владимирович что сделал? Он амнистию капиталов сделал. Это что такое амнистия капиталов? Амнистия – это освобождение от ответственности по нереабилитирующим обстоятельствам. То есть, вы жулики, но мы вас ответственности не посадим. А там говорят, мы тоже вас не посадим. Вы докажите, что эти ваши капиталы не ворованы. И, пожалуйста, мы снимаем арест. Но, поскольку они доказать не могут, поэтому отсюда уходите из этого котла, который мы... Это небезопасно. Небезопасно. И уже некоторые убедились, и многие убедились. И там и настроены таким образом, что идите, приезжайте сюда. Куда вы? Там вас никто не ждет. Кому вы нужны? Капиталы ваши нужны? И все. У вас не отнимут. Но эти банки будут все время ими пользоваться и давать в рост. Вот, что может происходить. Ну, это, кстати говоря, всем... И вообще, надо сказать, что Россия, как и раньше говорили, что Россия... Никто не собирается ее улучшать и делать там благие вещи, кроме самих россиян. Поэтому не надо надеяться, что кто-то нам будет помогать. Будем мы сильные, будут с нами считаться. Будем мы слабыми, значит, нас раздавят. У нас есть союзники, как говорил еще один из наших царей. Александр III. Да. У нас есть армия и флот. Ну, это дурацкая, конечно, дурацкая фраза. И царь-то был небольшого ума, к сожалению, Александр III. А сын, правда, еще был тупее в итоге. Если у тебя союзников только армия и флот, значит, политик ты никакой. Вообще. Ну, что делать? Он и был никакой политик. Я просто к чему хотел сказать нашим, может, нас кто-нибудь смотрит из власти придержащих. Вся царевическая история, ну, давайте уж говорить не про всю, а про относительно недавнюю, лет за 150 хотя бы. То есть, собственно, капитализм в своем хорошем, большом выражении. Говорить, что если вдруг вы где-то получили каким-то способом, возможно, даже совершенно законным, очень много денег, но за вами не стоит флот дредноутов, армия, очкинившаяся пушками и кавалерией саблями, пиками, только у вас-то заберут те, у кого есть дредноуты. Господи, боже мой. Вот посмотрите, пожалуйста, была такая страна Гавайи. Кстати, королевство настоящее Гавайи с большим населением, между прочим. Богатейшее в своем регионе Тихоокеанском. Ну, там в самом деле прекрасно растет еда, там кокосы ананасы произрастают, рыба ловится, копры заготавливаются. Ну, короче. Была такая королевская династия Каме-Амеа. Ее нас неправильно называют Камех-Амеха, там хэнь читается, очень певучий, это сам полинзийский язык, он Каме-Амеа. Они там основали королевство. И король там был, естественно, как главный феодал, самый богатый. Естественно. А кто же еще? Он там давил восстание, кто поднимал, все эти острова держал в таком вот кулаке. А флот даже был свой, между прочим. Флот. И не только из Джонок. Они его покупали у европейцев, настоящие корабли с железными с пушками. И все было прекрасно. До тех пор, пока туда не приплыл американский крейсер Бостон. Бостон. Один американский крейсер Бостон. И не сказали, что товарищи, а что-то король тут у вас какой-то. Господи. А на фиг вашего короля? И просто взяли, свергли короля, все, что было, отняли. Вообще все, что было, отняли. Нет. Королеву. Это была уже не король, а королева Лилиоакани. Ее звали. Лилиоакани. Не убили. Нет, пожалуйста. Она там сидела у себя. Ей там давали какую-то пенсию, чтобы она не чувствовала себя совсем обиженной. Но все, что было, отняли. При помощи одного крейсера. Потому, что кто защитит ваши, черт возьми, капиталы? Никто. Потому, что пока за вами стоит Россия, вы являетесь, возможно, конкурентом на тяжелых капиталистических нивах. Как только за вами не будет стоять Россия, вы из конкурента превратитесь в добычу. Ну, об этом, повторяюсь, говорит вся человеческая история. И вот история говорит еще вот о чем. Была такая работа у Ленина, называется «Грозящая катастрофа и как с ней бороться». Да. Отличная работа. И эта отличная работа была тоже обращена, как наше с вами сегодняшнее выступление, обращена к правящему классу. Что вот это все, то, что мы предлагаем, он, все то, что он предлагал, совместимо вообще с капитализмом, по отдельности. И это можно сделать, чтобы не было краха. Чтобы не было краха. Либо вы это сделаете. Либо не сделаете. Мы вам предлагаем, как буржуазному правительству, это сделать. Если это не сделает буржуазное правительство, значит дело, они сами это буржуазное правительство подготовят в такую революцию, которая... Не какие-нибудь эти дурацкие митинги и не какие-нибудь протесты, от которых ни жарко, ни холодно никому, еще соберут людей, которые... Оно, возможно, кого-то развлечет. Кого-то развлечет. Поэтому это приведет к тому, что вот это правительство, которое это не будет делать, оно готовит социалистическую революцию в России. Поэтому никакого другого тут варианта нет. Никто вас не собирается пугать, а просто это такой вход в историю. Если один класс настолько деградировал, что он не может осуществить свои интересы, поставить такое правительство, которое позволяет развивать страну хотя бы в такой форме буржа, значит он тогда теряет эту власть неизбежно. Поэтому вот об этом тоже говорит история. Если класс это не делает, то приходит другой класс прогрессивный. А есть рабочий класс, он растет. Он растет. И борьба его будет шириться. К сожалению, еще есть один момент. Кроме рабочего класса еще и заграничные капиталисты, которые могут прийти и забрать то, что местный деградирующий класс из рук собирается упустить. Да. Поэтому... Есть всякие варианты развития событий. Революция из них самый лучший. Да. Так что вот такая ситуация. Наверное, вот это мы и доложили то, что хотели сказать. Так точно. Советую всем задуматься. Кто еще не начал изучать теорию, нужно ее очень быстро изучать для последующих практических действий. И времени у нас не так много. А то поставят вас председателем правительства, а вы не в курсе. А вы не в курсе. Вот знаете, вот да. А могут поставить запросто. Сейчас все эти берут и ставят. Так ставят. Кого угодно. Спасибо, Михаил Васильевич. Спасибо. Пожалуйста. Пишнево. С Новым годом. С Новым годом. С Новым годом.